А теперь о тех, кто только начинает зарабатывать свой первый капитал. Лето традиционно считается временем отдыха для подростков, но далеко не все из них предпочитают праздное времяпрепровождение. Все больше из тех, кто старается найти подработку. Наша съемочная группа пообщалась с теми, кто уже в школьном возрасте пытается обрести финансовую самостоятельность. Работа на главпочтамте для Дарьи Степановой стала первым в жизни трудовым опытом. Здесь же на Почте России работает ее мама. Она и посоветовала дочери прийти сюда. Когда встал вопрос о подработке во время каникул. Я складываю документы, подшиваю и раскладываю все по папкам. Мне очень здесь нравится. Познакомилась с девочками, очень хорошо разобщались. Получилась хорошая компания. Ярослав Нефедов тоже работает на главпочтамке с документами. Сортирует на актуальные еще и на просроченные. Главным мотивом для подработки в период каникул считает финансовую самостоятельность. Ведь он вроде бы еще и школьник, только что перешедший в восьмой класс. Но свои расходы тоже уже имеются. Я люблю путешествовать по Тверской области. Для просто покупок, для себя. То есть, например, там кроссовки, купить камеру для велосипеда. Нужны деньги, например, просто погулять. Провести весело время с друзьями. Не просто пошляться по улице, а именно потратить деньги в кафе. На Почте России отмечают, что они давно включились в компанию по трудоустройству подростков в летний период. Количество школьников, которые нашли здесь подработку, уже измеряется десятками. На данный момент в рамках договора о совместной деятельности на нашем предприятии работают порядка 30 школьников. В ближайшее время планируем принять дополнительно еще 30 человек. Основной вид работы, на котором задействованы наши ребята, это сортировка документов и подготовка документов сдачи архив. Вопрос трудоустройства подростков в период каникул находится в фокусе внимания региональных властей. Правители Тверской области довольны первыми итогами летней кампании, принимая все меры, чтобы это было выгодно и школьникам, и самим работодателям. Для последних повышены суммы выплат в рамках программы компенсации расходов. Кроме того, поощряется и институт наставничества. В качестве компенсации работодателям введена выплата денежных средств наставникам, которые работают с этими детьми. То есть те люди, которые сегодня занимаются воспитанием молодежи непосредственно на предприятиях, тоже будут мотивированы со стороны областной администрации. В ближайшее время региональные правительства планируют еще увеличить финансирование этой статьи, чтобы больше подростков получило трудовые навыки и после окончания школы более уверенно чувствовало себя во взрослой жизни.